Расставить знаки припинания в предложение, разобраться с орфографией в тексте для них проще простого. Это отличники, победители тотального диктанта. Кто самый грамотный в Чувашии, вы узнаете из следующего репортажа. В Чувашском государственном университете подвели итоги тотального диктанта. Написать работу на отлично смогли только двое. Но в шаге от победы остановились многие участники акции. 11-летняя Анна Анисимова тоже была близка к победе, совершив 4 ошибки. По сравнению с результатами прошлого года грамотность возросла. Но без ошибок все же не обошлось. В основном, конечно, ошибки все были пунктуационные, связанные с постановкой знаков припинания. И, как уже отмечалось, что действительно много было в ряде знаков припинания, постановка тирея, двоеточие, запятых, что определяет и характеризует авторский замысел. Поэтому к диктанту мы всегда призываем относиться как к особой интеллектуальной языковой игре. И ваше участие, ваша победа в этой акции – это уже победа для всех нас, и для организаторов, и для участников. Перед оглашением результатов волновались все – и участники, и проверяющие. Отличники тотального диктанта за прекрасные результаты получили сертификаты и ценные подарки. Они признаются – получить пятерку они даже и не надеялись. Когда мне позвонили, я очень сильно обрадовалась, я сразу же сообщила своей учительнице. Когда я пришла в школу, все уже знали, все меня поздравляли. Это было действительно очень приятно. Узнать, понять то, что все подготовления, все, что я делаю, это не было бесцельным. Написать тотальный диктант на пять – задача сложная, но, как показывает практика, вполне возможная. Чтобы пополнить ряды отличников в следующем году, необходимо начать подготовку прямо сейчас. Евгения Егорова, Антон Вовк, Республика.